Эти захватывающие истории привлекают туристов, журналистов, охотников за неординарными явлениями. Они же открывают тайны прошлого. Городские легенды далее в выпуске. Это легенда о взятии Бендерской крепости генералом Мейндорфом. В 1874 году в одном из номеров Кишиневских епархиальных ведомостей выходил такой журнал в нашем крае. Были напечатаны летописи бендерских церквей и прихода. Эта история была именно там. Она относит нас к ноябрю 1806 года. Тогда крепость русские войска взяли без боя. Это уже в третий раз. Первый раз Панин, потом был Панин с боем. Второй раз был Потемкин, когда ему ключи на тарелочке вынесли тоже по преданию. По версии краеведов, комендант крепости не знал, что Турция с Россией разорвала всякие отношения. Генерал Мейндорф воспользовался этим. И Мейндорф решил якобы этим воспользоваться. Он приказал приготовить фальшивый фирман, документ, якобы от султана, от турецкого султана по шебендерской крепости, вот коменданту, о том, что он должен всячески содействовать русским войскам. Пустить их в крепость, накормить, обогреть. Все было так и сделано. Русские войска вошли под руководством Мейндорфа в крепость, например, вечером. А утром, с удивлением, турецкий гарнизон увидел, что все караулы, все орудия, все ворота захвачены русскими воинами. Таким образом, без единого выстрела генерал Мейндорф в 1806 году взял в третий раз крепость Бендер. Конечно, это предание, но, как известно, в отличие от легенды, предание имеет историческую основу и часто содержит элементы реальных событий и фактов. В соответствии с Бухарестским мирным договором, подписанным Кутузовым, уже 16 мая 1812 года территория пруда Днестровского междуречия отошла к России. Позже эти земли получили название Бессарабия.